Фактически это то же самое, что в эфире существования. Здравствуйте, мои дорогие. Однажды, оказавшись в центре, мало-помалу ты становишься шире и шире, больше и больше. И в конце концов, оказываешься ни больше, ни меньше, как всем целым. Под другим углом зрения ум подобен пыли. Которая скапливается на одежде путешественника. А ты путешествовал и путешествовал миллионы жизней и никогда не мылся. Естественно, скопилось столько пыли. В этом нет ничего плохого. Так и должно быть. Многие слои пыли. И ты считаешь эти слои своей личностью. Ты отождествился с ними. Ты жил с этими слоями пыли так долго, что они начинают выглядеть, как твоя кожа. Ты так отождествился. Ум – это прошлое. Память. Пыль. Каждому приходится ее собирать. Если ты путешествуешь, на тебе будет скапливаться пыль. Но нет необходимости с ней отождествляться. Нет необходимости становиться с ней одним целым. Потому что если ты становишься с ней одним целым, тогда ты попадешь в беду. Потому что ты не пыль. Ты сознание. Амарха-ям говорит – прах во прах. Когда человек умирает, что происходит? Прах возвращается во прах. Если ты только прах, пыль, тогда все возвращается во прах. Ничего не остается. Но ты – только пыль. Многие свои пыли. Или что-то есть у тебя внутри, что совершенно не пыль, что совершенно не от этой земли. И это твое сознание. Твоя осознанность. Осознанность – твое существо. Сознание – твое существо. А пыль, которая скапливается на осознанности – твой ум. Есть два способа обращаться с этой пылью. Обычный религиозный способ – чистить одежду, тереть и скоблить тело. Но эти методы помогают мало. Как бы ты ни тер одежду, одежда так грязна, что не подлежит восстановлению. Ты не можешь ее очистить. Напротив, что бы ты ни сделал, это только сделает ее еще грязнее. Это случилось. Молана Саридин однажды пришел ко мне. А он пьяница. У него дрожат руки. Когда он ест или пьет чай, все падает на его одежду. И вся его одежда заляпана чаем и едой. Я сказал на Саридину. Почему бы тебе не сходить в химчистку и не найти какое-то средство? Есть растворы, которые выводят эти пятна. Он так и сделал. Через семь дней он вернулся. Его одежда была в еще худшем состоянии, хуже прежнего. Я спросил, что случилось? Ты сходил в химчистку? Он сказал, я так и сделал. И этот химический раствор замечателен. Он помогает. Все пятна от чая и еды выведены. Теперь мне нужен второй раствор, потому что первый раствор оставил свои собственные пятна. Религиозные люди просто снабжают тебя мылом и химическими растворами.